Омские чиновники пригласили американского документалиста снимать фильмы в России. Режиссер из США Сьюзен Бераза пожаловалась, что правительство Штатов практически не выделяет средств на поддержку документальных картин. Это директор Омского дома кино предложил американке переехать и работать в нашей стране. Министерство культуры России ежегодно финансирует до 400 картин, до 7 миллионов рублей на каждую тематику. Любая лучшая короткометражка показали на фестивале неигрового кино «Сибирь» в Омске. Алена Бензик встретилась с режиссерами и расскажет, о чем ей поведали мэтры короткого метра. Здесь нет красных ковровых дорожек, а за режиссерами и актерами не охотятся папарацци. Фестиваль документального кино «Сибирь» – пространство свободное от пафоса фабрики грез. Омские зрители впервые знакомятся с мэтрами, завоевавшими мировое признание, и с героями, которые не просто сыграли в кинокартине, а прожили свою жизнь в кадре. Американка Сьюзан Бераза в 107-минутной картине рассказывает о буднях вымирающего шахтерского городка на юго-западе Колорадо. Говорит, особенность жанра в том, что когда описываешь действительность, никогда не знаешь, чем закончится твой фильм. Это очень захватывает, потому что когда начинаешь делать фильм, ты никогда не знаешь, чем он закончится. И в отличие от тех фильмов, которые сделаны по сценарию, ты надеешься, что что-то изменится, и этот фильм будет еще лучше в результате. Также считает режиссер Владимир Головнев. Он взялся снимать патриотическую картину о том, как школьники готовятся к юбилею Великой Победы, но вышло все не по сценарию. Я не могу назвать свою страну, своей родиной. Картина, к сожалению, не та, которую мы ожидали. Картина немножко пугающая, не немножко иногда пугающая. И картина, которая лично меня... Я стараюсь просто не говорить никаких выводов, потому что картина говорит сама за себя. Как только начинаю ее обобщать, что теряется. Посмотрите, я вам очень рекомендую. Есть о чем просто даже про себя задуматься. Режиссер Надежда Попова говорит, такую реальность без прикрас невозможно воссоздать в уютном студийном павильоне. Для нее самая сложная работа с детьми. Не раз за несколько часов до съемки приходилось приезжать с бутафорской камерой, чтобы малыши привыкли. Я ходила по группе среди детей с пустой камерой, без пленки, которая заводилась, с которой тело всем дала понажимать на кнопочку. Все повисели на камере и на мне. И когда приехала настоящая камера, мы уже смогли начать снимать. Это один из фокусов. За последние годы неигровое кино доказало, что может быть зрелищным. Документальные ленты собирают полные залы. Картины, снятые на основе реальных событий, пользуются популярностью не меньше, чем фантастические блокбастеры. А значит, говорят режиссеры, у необычного для кинотеатров жанра есть шанс чаще появляться на широких экранах. Алена Бензи, Картак Мурадян, Алексей Попов. Новости здесь, Омск. Субтитры создавал DimaTorzok